шалом сновидение которое мы видим они называются халомот халом сон он также интерпретируется как мечта иногда сон может остаться сном а иногда может превратиться в мечту а иногда эту мечту мы можем осуществить но для этого есть несколько условий давайте возьмем пример от древних наши древние праотцы во главе их яков видят сны яков видит сулям сулям это лестница низ ее упирается в землю а вверх возвышается в небеса ни одно слово в торе не случайно ничего не выбрано просто так сулям также соотносится с гематрией мамон то есть имущество избранный из всех праотцов яков получает от бога точные указания когда ты хочешь чего-то добиться не чего-то маленького а должна быть мечта изначально вверх она не должна идти по прямой и не под углом 10 градусов сразу вверх должны соблюдаться два условия материальность это низ этой лестнице и духовность это верх если это не идет вместе мечта может остаться сном и остаться навсегда на устах как рассказ о чем-то несбыточном но когда ты соблюдаешь четко вот эти условия когда твои ноги стоят на земле когда идея которую ты задумал увидел где-то в каком-то воображении воплотил ее в какие-то материальные ресурсы и сейчас важно знать для чего ты делаешь люди которые говорят я делаю это только для бога только ради бога никакой материальности ничего заработать эта идея может остаться несбыточным потому что в этом мире важно и зарабатывать подниматься наверх и при этом не забывать что есть всевышний например перед воплощением духовной идеи в материальность уже сразу задаем задачу мы упираемся вверх и говорим 10 процентов и или пять процентов или условную какую-то сумму я даю для цдаки к этому всему я приплюсовываю что-то в духовном плане я буду учить я беру на себя там учить талмуд мишну это просто недельную главу святой язык в свете мудрецов я прикрепляю вот этот верх к низу я соединяю материальности духовность это лестница чем не веревка лестница и ступеньки каждая ступенька видел чему-то это не легкий путь но этот путь который идет вместе ноги на земле голова небесах и тут написана фраза и возвысил яков ноги и пошел в хоран вы иса и троглав нигде в торе вы не увидите такое словосочетание иса это поднял возвысил роглав это ноги обычно написано и пошел и побежал и пополз и поплыл поднял свои ноги то есть все начинается с ног когда у тебя есть мечта поднимись своими ножками не оставайся сидеть в кресле на пульте а ножками многие имеются ввиду до самого низа своего тела там где уже пятки ты должен все это приподнять и начать эту идею существует это очень важный момент на практике начать реализовывать ее сразу слова сон и мечта не синонимы они очень похожи по смыслу если мы с вами продвинемся вперед мы будем соблюдать вот эти правила и возвысим свои ноги оторвемся немножко от земли от земного притяжения от лени то мы с вами сумеем превратить сон в мечту потом в мечту в реальность шалом шалом